Беседа 55. Деяние 28.17. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Они, судившие меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинять в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Хорошо и прилично поступает, приглашая знатнейших из иудеев для беседы. Он хотел оправдать и себя, и других. Себя, чтобы они не обвиняли его, что могло повредить им самим, а тех, чтобы кто не подумал, что все случившееся было их делом. Конечно, распространилась молва, что он предан неудеями, а это могло тронуть их. Потому он немедленно обращает на это внимание и кротко говорит свое оправдание. И смотри, какими словами выражает он свое оправдание. «Мужи и братья ничего не сделал против народов или отеческих обычаев». После этого, так как некоторые слушатели, вероятно, сказали бы, чем доказать, что ты предан без вины, он и присовокупляет, что они рассудили, а мне и хотели отпустить. И как бы так говорить, свидетели там у римские начальники, которые судили и хотели освободить меня. Почему же не освободили? Так как стали спорить иудеи, говорит, видишь ли, как он смягчает их вины. Если бы он хотел преувеличить, то мог бы сказать гораздо сильнее. Затем присовокупляет. Я потребовал суда кесаря. Все это заслужит одобрения. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, что же, не для обвинения ли их ты сделал это? Он отклоняет такое предположение, прибавляя, что я ни в чем их не клеветал. То есть я потребовал суда кесаря не для того, чтобы обвинять вас, но чтобы избежать опасности. Для вас я и веригами с ними обложен. Я так далек, говорит, от вражды к вам, что даже обложен для вас цепями. Что же они? Они были увлечены его речью. Так, что стали оправдывать не только себя, но и единоплеменников своих, как показывает писатель. Они же сказали ему, мы ни писем не получали от тебя из иудеи, ни из приходящих братьев. Никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Как бы так говорят. Ни через письма, ни через людей не сообщили нам о тебе ничего худого. Впрочем, мы желали бы послушать тебя. А вместе с тем уже наперед высказывает свое мнение, прибавляя, что об учении этом всюду спорят. Не сказали мы противоречиям, но люди спорят. И назначившие ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и достоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Видел ли ты, как он не тотчас отвечает им, но назначает день, в который бы им прийти и слушать. И когда они пришли, говорит им из закона Моисеева и пророков. В будущие же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу всему и скажи слухом, услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо в груббело сердце людей с их ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Когда они уходили, не согласившись между собой, тогда он и приводит слова Исаии, не для того, чтобы укорить этих неверующих, но чтобы утвердить уверовавших. Видишь ли, как он показывает, что они недостойны прощения, если, имея и пророка, и зревле предвозвестившего это, не обратились. А словами «хорошо» выражает, что они справедливы и отвергнуты. Язычникам же дано познание этой тайны. Потому нисколько неудивительно, что они противоречили. Это предсказание издревле. Потом снова возбуждает в них соревнования, указывая на язычников следующими словами. Итак, да будет вам известно, что спасение Божий пост на язычникам они услышат. Когда он сказал это, и иудеи ушли много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении, и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Здесь писатель показывает, что Павел был наконец свободен. В Риме он проповедует невозбранно, между тем, как в Иудее встречал препятствия и оставался там учить в продолжении двух лет. Но обратимся к вышесказанному. Павел говорит, что все ради вины, то есть для того я и хотел этого, чтобы никто не мог обвинить меня, и по собственному соображению говорит, будто я избегший рук иудеев прибыл сюда для их обвинения. Я прибыл не с тем, чтобы сделать зло другим, но чтобы самому избавиться от зла. Смотри, как он и выражается кротко. Молимся, говорит, а вместе хотят оправдать и тех. Потому и пришли в назначенный день. Это доказывает, что они считали себя не совсем правыми и чувствовали робость. Если бы они не чувствовали робости, то сошлись бы и тотчас напали бы на него. А теперь, не смеясь сделать этого, они приходили не вдруг. Также и частный приход их доказывает, что они чувствовали робость. Смотри, теперь они не замышляют против него козни, подобно как в Иудее, где они как бы господствовали. Для чего же Бог устоил, чтобы он удалился туда и сказал, что постарайся, поспеши и выйди из Иерусалима. Для того, чтобы обнаружилось и злоба иудеев, и истина в пророчество Христов о том, что они не примут свидетельства. И чтобы все увидели, как он был готов страдать, равное для того, чтобы находившиеся в Иудее получили от того утешение. Ведь и там он претерпел много бедствий. Если он претерпел это, конечно, когда возвещал учение иудейское, то чего они не сделали бы, если бы он проповедовал славу Христову? Если тогда, когда принимал очищение, был для них несностен, но то как они потерпели бы его, если бы он предлагал проповедь? В чем вы обвиняете его? Что вы слышали от него? Ничего такого не сказал. Только явился, и все восстали на него. Потому справедливо спасение передано язычникам. Справедливо он послан далеко, чтобы там говорить язычникам. Но смотри, и здесь он наперед призывает иудеев и, объяснив им дело, потом уже обращается к язычникам. Выражение «дух», говорит, нисколько неудивительно. Иногда и ангелу приписывается то, что сказал Господь. Так и в другом месте он говорит «хорошо, сказал Дух Святой», иначе о словах ангела не говорят. Хорошо сказал ангел, но хорошо сказал Господь. «Бог из ревли предвидел это, то есть не нашедшие во мне ничего достойного осуждения, хотели отпустить, освободить меня, тогда как иудеям следовало отпустить меня. Они предали мне в руки римлян. И такова была дерзость их, что даже и эти, хотя и не могли ни в чем обвинить меня, оставили меня связанным. Нужно было мне, говорит, предстать пред судом Кесаря. То есть я сделал это не для того, чтобы другим причинять зло, но чтобы себя избавить от зла. И не по своей воле, но будучи вынужден. Смотри, какой любви исполнены слова его. Не считает себя чужим, но близким к ним, говоря «народ мой», опять внушает учение любви. Не сказал ни клевещу, но не имею в чем оклеветать, хотя потерпел от них столько худого. Не напоминает им ни о чем подобном, чтобы не сделать слов своих тягостными для них. Впрочем, и не льстит им. И потому не прямо говорит, но только намеком и мимоходом. Так как главным образом он хотел выразить то, что иудеи предали его римлянам как узника. Им следовало судить тех иудеев, следовало обвинить. Они оправдывают их, но оправданием своим обвиняют сами себя. А нам, говорит, ничего не было известно об этом. Правда, бывает и это, но также и принимаете веру повсюду. Смотри, как он опять заграждает им уста, не знамениями, но словами из закона и пророков, как он делал везде. Хотя он мог сотворить и знамения, но и тогда они не поверили бы. А и то великое знамение, говорит, из закона и пророков. За тем, чтобы не показалось странным, что они остались неверующими. Он при закона упуляет и в пророчество. Слухом услышите, говорит, и не поверите. Еще более теперь, нежели тогда. И увидите, будете смотреть и не увидите. Еще более теперь, нежели тогда. Это сказано к неверующим. И не укорять он хотел, а предотвратить соблазн. Разве ты не знал этого? Да чего ты говоришь нам? Знал, но я говорю свое оправдание, чтобы убедились. И никто не имел предлога к обвинению меня. Прибыл же Павел, говорит писатель, два года. Прекрасно он прибавил это, потому что много учить с дерзновением, но и с препятствиями. А Павлу дерзновение ничто не препятствовало. Он говорил невозбранно. Прибыл, говорит Павел, два лета и жил на своем оживении. Так он был умерен, или лучше, так во всем подражал своему учителю, что имел и жилище не на чужой счет, но на счет того, что сам вырабатывал. Это именно и означает слова своей мздою. А что Господь не имел и жилища, послушай, как он сам в ответ, сказавшему неодуманно, пойду за тобою, куда ты пойдешь. Говорит, лисы имеют норы, птицы, небесные гнезда, сын же человеческий не имеет, где главу проклонить. Так, собственным примером, он учил не искать ничего и не слишком прилипляться к предметам житейским. И принимал, говорит, приходящих к нему, проповедуя царствие Божие. Смотри, он не говорил ничего о настоящем, но все о царстве Божием. Видишь ли благоустроение Божие? Этим писатель оканчивает свое повествование и оставляет жаждущего слушателя, чтобы остальное он дополнил собственным умозаключением. Так делают и внешние языческие писатели, потому что знание всего может располагать к ленности и небрежности. Так и он делает. Не говорит о последующем. Считай это излишним для тех, которые внимательно читают написанное и сказанного, научаются дополнять остальное. Конечно, каково было прежнее, таково же было и последующее. Впрочем, послушай, что сам Павел говорит о последующем в послании к римлянам. И когда я пойду в Испанию, то приду к вам. Видишь ли, как все предвидела эта святая и божественная глава. Этот муж высший небес, имеющий душу, способный обнимать все, первоверховный апостол Павел. Одного имени его, знающим достаточно для того, чтобы возбудить душу к бодрствованию, чтобы прогнать всякий сон. Рим принял его связанного, прибывшего по морю, спасшегося от кораблекрушения, и избавился от треволнений и заблуждения. Как бы какой царь, бывший в морском сражении, победивший, он вошел в царственный город. Об этом он говорил в послании к римлянам 15.29. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением, благовествования Христова. И опять, иду в Иерусалим послужить. Это то же, что говорил прежде. Пришел сотворить милости в народе моем, принести милостыню. Он был уже близок к венцу. Рим видел ее связанным, потом увидел увенчанным и прославленным. То он говорил, успокоюсь с вами. То иду в Иерусалим послужить. Последнее было началом нового течения. Неутомимый он предлагал трофеи к трофеям. Прилагал. Коринц имел его у себя два года. Асия 3. Этот, Рим, теперь два. А потом он пришел туда во второй раз, когда и скончался. При первом моем ответе, говорит он, никого не было со мною. Второе Тимофей 4.16. Таким образом, теперь он не подвергся смерти. А потом, когда наполнил проповедью всю вселенную, разрешился от жизни. Ты хотел бы знать последующее? Оно таково же, каково и предыдущее. Узы, страдания, борьба, темничные заключения, козни, клеветы, ежедневная смерть. Ты видел малую часть, сделал его. Представь такую же и остальную. Как небо, в какой бы мере ты ни видел его, все точно таково. Увидев одну часть неба, куда бы ты ни пошел, увидишь его таким же везде. Или как по лучам солнца, хотя бы ты видел их отчасти, можешь заключить о том, каково солнце. Так и в отношении к Павлу. Ты видел дела его отчасти. Все они, таковы же, исполнены бедствий. Этот муж, небо, вмещающее в себе солнце, правда, а не это солнце. Потому и сам он выше неба. Разве этого мало? Не думаю. Когда ты называешь апостола, все тотчас разумеют его, подобно как при имени крестителя тотчас разумеют Иоанна. Чему можно уподобить слова его? Морю или даже океану? Ничто не может сравняться с ними. Потоки и гораздо обильнее, чище и глубже моря. Так что не погрешил бы, кто назвал бы сердце Павлова и морем, и небом. Небом по чистоте, морем по глубине. Это море не из города в город, переселяющий плывущих по нему, но от земли на небо. Кто плывет по этому морю, тот будет плыть при попутном ветре. На этом море не ветры, но вместо ветров святый Дух Божий сопровождает плывущие души. Здесь нет волн, нет подводных камней, нет зверей. Здесь все тихо. Это море спокойнейшее и безопаснейшее всякой пристани. Не имеющее ничего горького, но заключающее в себе источник чистый и источающий сладчайшие потоки. Прозрачнейшее и светлейшее солнце. Море, содержащее в себе не драгоценные камни и не пурпур, но сокровище гораздо лучшее. Кто хочет погрузиться в это море, тому не нужны ни орудия плавания, ни илей, но любомудрее. И тот найдет в нем все блага Царствия Небесного. Тот может сделаться царем, приобреть весь мир и быть в величайшей чести. Кто плывет по этому морю, тот никогда не подвергнется кораблекрушению, но будет хорошо распознавать все. Но как неопытные утопают в обыкновенном море, так и здесь. Что и случается с еретиками, покушавшимися на то, что выше сил их. Потому нужно знать эту глубину. Или не дерзать погружаться в нее. Если мы хотим плыть по этому морю, то должны быть крепко припоясаны. Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Никто не способный к терпению пусть не плывет по этой глубине. Приготовим себе корабли, то есть усердие, ревность, молитвы, чтобы безопасно пройти эту глубину. Ведь эта вода есть вода живая. Как имеющий у себя закаленную сталь, так и знающий Павла бывает силен. Как владеющий острым мечом, так и этот бывает неприступен. Но чтобы уразуметь Павла, для этого нужна чистая жизнь. Потому он и говорил, что вам еще нужно молоко, потому что вы еще не способны слушать. Бывает подлинно, бывает и немощь слуха. Как желудок не может принимать здоровой и твердой пищи, когда он слаб, так и душа надменная и раздражительная. Делаясь бессильной и расслабленной, не может принимать духовного слова. Послушай, что говорили ученики. Жестко слово сие, кто же может его слушать? Иоанна 6.60 А когда она здорова и крепко, тогда все для ней легко, все удобно. Делаясь возвышенную и легкую, она более и более устремляется к горе и достигает высоты. Зная это, будем сохранять душу свою здоровую. Будем соревновать Павлу, будем подражать этой доблестной и адамантовой душе. Чтобы, шествуя по следам его жизни, мы могли проплыть море настоящей жизни, достигнуть безмятежной пристани и сподобиться благ, обетованных живущим достойно Христа. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok